Меня зовут Андрей, а талант, я хочу, чтобы вы сами догадались, в чем он заключается. В общем, я вам хотел рассказать анекдот, связанный с моей профессиональной деятельностью. Часто, когда я вообще занимаюсь ремонтом бытовой техники, в частности, стиральных машин. И когда я прихожу на заявку, часто мне клиент говорит, что ремонт слишком дорогой. И я ничего не могу ответить, как только рассказать такой анекдот. В общем, американцы купили у российских, у России дизельный генератор. Ну, примерно такой, 3 метра на троих. Большой. Большой, да. Установка такая мощная. И она отработала. Гарантийный срок и сломалась. Они сами, значит, починить не могут. Вызывают специалисты из России. Он, значит, вокруг обходит. Так вот, вымеряет ее. Потом находит точку. И говорит, этот ремонт будет стоить 1001 доллар. Американцы согласны, согласны, сделайте нам только. Говорит, дайте мне кувалду. Он просит, дают ему кувалду. Он размахивается. И когда с по этой точки, генератор заработал. Они говорят, да, 1001 доллар. Ты за что деньги-то берешь? Он говорит, я у вас 1 доллар попросил за удар кувалдой, а 1000 долларов попросил за все, что знал, куда ударить. И ремонт стерильных машин тоже из такого же рода работа. Ну, еще такой вопрос задают на заявке. А где вы научились этому? Когда я говорю, что меня научила моя мама, у всех отвисает подбородок. А прорубник? И, как говорит вас, мама могла научить ремонтировать машины. Я говорю, когда-то она давным-давно, лет 20 назад, привезла сломанную машину из Екатеринбурга к нам в Красноперинск. 400 километров. У нас тогда еще машины, можно сказать, были только у зажиточных людей. Она привезла эту машину полусломанную. Я ее отремонтировал, а она до сих пор работает. 30 лет уже, рядкоавтомат. И с тех пор у меня появилась такая профессия и любовь к профессии. Ну, вот об этом я хотел рассказать. Открылся. Открылся. Открылся.